всем привет мои хорошие меня зовут татьяна котова и вы на моем канале о вязании татьяна котова клубок что сегодня за видео так ну из названия вы наверное уже поняли это будет видео замещать недельный блог прошлой недели вот влог я снимала полностью он у меня заснят он есть на ноутбуке но к сожалению что-то случилось моим компьютером не хочет он монтировать ничего поэтому я решила раз я бы сегодня потратила три часа на монтирование этого влога на то чтобы она вышла но ничего не получается и еще наверное в силу того что я не очень сильно разбираюсь в новой программе монтажа ну я постараюсь в ближайшее время обязательно постараюсь выучить все что там нужно изучить и уже буду вам монтировать в хорошей программе вот но это тоже как вы понимаете занимает какое-то количество времени потому что изучение каких-то какой-то информации это всегда занимает время поэтому я потихоньку изучаю но сегодня я решила что этот блог пусть останется у меня как память в компьютере а я буду сегодня хочу выпустить и вам такое видео о том что же у меня случилось за прошлую неделю и вот прошлую неделю я начала с того что я планировала вязать шапку как вы знаете с прошлого блога шапку для сестры мужик дню рождения 18 января у него был день рождения и конечно же шапка связалась но только шапка связалась не из пряжи на к мохер деликат которую я планировала вязать а шапка связалась из другой пряжи пряжа которая была сделана в италии девочки дарили мне два моточка данной пряжи я к сожалению этикеток у меня нет но фотографии пряжи я обязательно вставлю и вы сможете сами увидеть из такой пряжи у меня связалась шапочка и также шапочки к сожалению тоже нет как вы понимаете потому что сегодня уже 20 января и я снимаю этот кусочек вам для того чтобы показать что же и как вот раз у меня не получилось блога значит будет хотя бы вот такой выпуск вот шапочку уже подарена все довольны рады сказали спасибо мне было очень приятно что она понравилась вот фотографию шапочки также я вам вставлю что еще у меня вязалась на прошлой неделе на прошлой неделе я как и говорила я связала шапку до этого я связала шапку из пехорки осенняя на спицах номер четыре на спицах номер пять я вязала и тогда я вам сказала что я планировала еще и снуд но так получилось что я когда связала шапку поняла что для снуда на спицах номер пять будет сильно плотная вязка вот и я поехала в магазин из наши местные оффлайн и выбрала обычные китайские спицы купила шестого размера к сожалению большего размера не было я бы может быть даже и семерочку бы купила чтобы вот он был это все-таки снут он был был более рыхлым но я купила шестерку это был самый большой размер и вот такой снут у меня связался снут самый-самый обычный абсолютно обычный снут вязала я его по кругу он шивной пошел вот такой но знаете у нее шов получается он будет под этим под капюшоном вот и он мне нравится он получился даже знаете вот я сразу хотела чтобы он пары хлеба но сейчас я понимаю что знаете он получился такой какой он должен быть так что вот такой снудик у меня для дочечки связался здесь обычная простая платочная вязка нечего даже и рассказывать и показывать так что вот так это была вторая готовая работа прошлой недели что еще я хочу вам показать что я еще делала на прошлой неделе у меня муж сейчас он пришел на новую работу и там им достаточно часто приходится выходить на улицу а на улице сейчас у нас хоть я бы не сказал что холодно у нас практически плюсовая температура но вот последние два дня небольшой мороз там минус 3 минус 2 минус 1 но у нас очень сильный ветер очень сильный ветер и он попросил ему связать носки в обувь которую ему выдали на работе ему на работе выдали ботинки рабочие и они немножко на один размер ему побольше и он говорит во первых мне и тепло будет то я горит посмотрел многие там мужики носят именно вот у теплые вязаные носки в рабочие ботинки и вот я не долго думая свояло ему носочки причем из чего ваяла ой так хотел убежать моя пряжа ваяла из вот такой пряжи картопу надюша прислала мне ее в подарок канал вижу и рассуждаю так здесь 70 процентов шерсть 25 полиамид так вот они рекомендации по данной пряжи вот такие и вторая вязала их две ниточки 2 ниточка также это вот двое вот это вот это карта пу а вот это вот это ализе супер бош также носочная пряжа также это был подарочек от надежды и я связала так покажу вот такие рекомендации по данной пряжи 25 процентов также шерсть и 275 процентов шерсти 25 полиамид вот такой color это вот это повторюсь вот светлая которая без секции а вот 100 грамм 420 метров но обычный носочный размер так вот такие кая пара носочек у меня связалась вот это остатки от данных носок я вязала в 2 нити с каждого матка брала ниточку и вязала так ну отложим эту пока что ниточки но недалеко потому что я буду рассказывать вам что я планирую из этих ниточек так и вот такие носочки у меня связались на моего мужа в две нитки на спицах номер три вязала я заднюю часть носка вот начинаю вот связалась резинка далее у меня пошла передняя часть носка и задняя часть носка заднюю часть полностью резинка здесь вязала вот таким узором шахматка очень кстати понравилось именно узором вязать потому что носки связались моментально пятку делала резинкой почему так вижу вот так закрывала мысок достаточно просто вот почему пятку резинкой и почему на стопе резинка потому что данные носки я уже как бы не первый раз вижу носки в обувь я знаю что в обувь носки должны прям буквально облегать ногу и в основном конечно многие вяжут вот здесь резинку но я не знаю может быть у меня такой опыт был что я знаю что если резинка на стопе на пятке она прям вот вливается сливается с ногой и очень удобно и в обуви это не слазит не скользят они ничего очень удобно и поэтому и вот такие вот носочки я своя ламу мужу вот чем я занималась и кстати может быть они бы связались очень быстро может быть там полтора дня но я по данным носками снимала мастер-класс так что на канале будет мастер-класс по мужским носкам но я могу сказать что я снимала это прям не такой прям супер мастер-класс тут то сильно то и рассказывать нечего потому что я вижу обычно на носочных спицах но у меня было несколько раз что мои подписчики спрашивали у меня что как я вижу как я набираю как на пятку как что вывязывая как я вижу носки вот я сняла такой мы обычный абсолютно мастер-класс по петельные все рассказала как я где прибавляю как я где убавляю как я что где вижу так что милости прошу скоро будет на канале такой мастер-класс проходите смотрите вяжите мне будет приятно вот это в третья готовая работа прошлой неделе что еще я чем еще я занималась на прошлой неделе я девочки на прошлой неделе собиралась начинать вязать начинала вязать свитерок вернее я планировала начать вязать свитерок для своего старшего сына и снимать по нему мастер-класс по данному свитеру вот даже это может быть не мастер-класс а больше для тех кто также у меня спрашивал как я вижу как я делаю расчеты как я рассчитываю реглан как я рассчитываю горловину и все такое вот я снимала это вязала этот мастер-класс вязала этот свитерок так давайте начнем наверное опять со сначала вязала данный свитерок и я начала вязать данный свитерок из ализе пряжи ализе best classic на спицах номер 4 вяжу основное полотно резинку вязала на спицах 3 это color вот такой вот такие вот рекомендации по данной пряжи это конечно стопроцентный акрил но акрил я почему начала вязать из данной пряжи потому что за ребенку чтобы не колола он не любит колкость конечно он уже большой ребеночек мужа 14 год вот вижу такой свитерок и почему у меня провязана только вот вывязана кокетка вывязан реглан и вот столичка я провязала вниз вот сколько провязала вниз почему я вижу кстати вот такой вот незамысловатый будут полоски здесь здесь еще только толком непонятно но более далее будет более интересно вот почему я решила снимать также мастер-класс потому что многие девчонки спрашивали говорю как вот я вижу как я рассчитываю петли на реглан как я рассчитываю петли на подрез сколько я набираю все это у меня с про задавали вопросы и как я вижу реглан горловину кит левку поэтому я решила что проще мне будет снять вот такой это будет абсолютно базовый мастер-класс простой незамысловатый как бы не нужно будет очень много расчетов я не делаю никогда это очень настолько просто я думаю что по таким расчетам может связать себе каждый связать свитер просто брать за основу информацию которую я дам в мастер-классе вот поэтому тоже это по петель на практически все показывала поэтому труд большой дорогие друзья но еще конечно не до снят вяжется вяжется как полностью будет снят я обязательно смонтирую и покажу вижу на спицах номер 4 образец вязала на спицах и 4 и 30 трое и три с половиной троечка сильно забитая три с половиной ну и под забитая еще такой а вот на четверке самое то полотно такое эластичная хорошая мягкая и очень приятная и очень хорошо ложится в лицевой глади сынуля капризный рисунки узоры никакие не надо вот только на это смогла уговорить но все будем дальше вязать девочки и узнаем сколько я свяжу в концу недели сейчас вот перевешу маркер это я вообще весело маркер для другого но уже переверти маркер с вами и будем знать сколько у меня свяжется концу за эту неделю следующей неделе данный свитерок но опять же повторюсь мастер-класс сложновато вот так что это еще один процесс которым я занималась на прошлой неделе что же было еще что же еще было на следующий на прошлой неделе буквально в воскресенье вечером я связала вот такой образец вязался данный образец на спицах так сейчас я сейчас найдем так вот вязался данный образец на спицах троечка вот здесь вот и вот это три с половиной ну ряд нас есть но я вообще плохо у у меня есть такая проблема именно в плане когда вижу обратно поворотными рядами ряд нас присутствует так что это вообще за образец это пряжа на кого то которую я вам говорила и для шапки на к деликат колор слов и вот такая кола ализе classic лана gold 800 вот такие вот рекомендации здесь 100 граммах 800 метров 49 шерсть 51 акрил да и вот такой цвет color 200 до номер цвета 200 и вот такие вот рекомендации по данной пряжи здесь все у нас номер цвета вот такой так неправильно вот такой номер цвета вот такие вот рекомендации по данной пряжи в 100 граммах 500 метров что я хочу я хочу поженить 2 эти пряжи вот так они вот выглядят ну вот это вот пряжи почему-то выглядит как-то более какая-то не знаю уходящие не туда а вот это вот немножко под темнее что ли он показывать не знаю но вообще не вот я вам сейчас покажу в образце вот как они сочетаются вот честно мне очень нравится такой сиреневый меланж легкий сиреневый меланж мне очень понравилось вот я его связала постирала и что я хочу вязать и делать и безданной то что я их поженила как они выглядят смотрятся мне нравится когда вязала просвет и вот на где три с половиной на спицах вязала здесь было пары хлей ее меньше было вот этой пушистости сейчас вот видите сейчас она распушилась и немножко подзабила вот эти дырочки которые были но на тройке сильно прям забитое полотно мне не нравится вот вот эта троечка вот ну прям сильно сильно забитая хотя тоже здесь под распушилась она но например подзабила сильно это пух но это прям сильно теплое такое я не хочу вот я буду вязать на спицах три с половиной мне нравится именно эффект какой получился на спицах три с половиной так что я буду вязать а вязать я буду из данной пряжи для себя такое даже не знаю как правильно сказать без рукавка или жакет ну не жакет нет это скорее всего будет что-то наподобие хейвард без рукавов вот что-то наподобие такого вот можно сказать что и это будет такое короткое изделие она будет заканчиваться на косточке бедер будет интересным узором вязать будет узор пущенный будет вязаться ну я не знаю девочки как вам объяснить я вижу это изделие в голове я очень хочу его начать и вот уже буквально сегодня завтра я его начну и буду вязать буду вязать буду стараться именно вязать быстрее потому что мне хочется быстрее его поносить основные спины спина и перед будут связаны сочетание двух не так как я планирую они с изделия и по горловине и по проймам будут обработаны ниткой ализе а вот этой 800 в 2 нити вот я почему-то вижу так но не знаю буду конечно смотреть как будет все это дальше на спицах смотреться вот так что вот так вот мои хорошие буду вязать и обязательно с вами буду делиться что и как у меня получится вот и еще я хочу по данной вещи конечно мастер-класс снимать не буду буду записывать полностью все и если кто-то кому-то понравится данная вещь кто-то захочет я если будут комментарии желающие такие обязательно когда уже вещь то будет готова сниму такой обзор как я ее вязала записывать буду все буквально по петель на будет практически описание по данной вещи готова ну конечно это описание это громко сказано но такой очень подробный подробный описание мастер-класс вот так вот ну вот мне очень нравится как она сочеталась и как она смотрится так что это будет на этой неделе я буду заниматься данной вещью что еще будет у меня будет у меня на этой неделе также еще один процессе к отдыхал очка это будет вот такой вот как я и сказала мы вернемся к данной пряжи из этой пряжи на сочное что осталось у меня от носок моего мужа будет фэмили лук для младшего сыночка я так посмотрела у него все его носочки которые я ему вязала зимние что маленькие стали что сильно уже таком неподобающем виде поэтому вот остаточки и я постараюсь прямо связать по максимуму хотя не знаю может быть у меня тут даже ну я хочу прям такие высокенькие повыше ему носочки связать так что буду вот вязать хочу и связать полностью эти две пряжи чтобы уже две нитки так и буду вязать как и мужа вязала может быть пущу тоже какой-то теневой узор чтобы было более интересно ну а вообще планирую как сказать фэмили лук и связать точно такие же носочки как и мужу скорее всего так и будет только маленького размерчика уже для моего любимого маленького сынольки вот так вот и что еще у меня есть в планах но ближайшую неделю я буду вязать вот этот вот свитерок что и за лизы бс до дальше до снимать мастер-класс и еще у меня есть небольшой план по тому что я сейчас вам покажу видео о покупках я показывала вам вот такую пряжу что я заказала и купила вот такую пряжу это ализе cotton gold fine здесь в 100 граммах 660 метров цвет это вот такой 279 джинс назывался он вот такие рекомендации по данной пряжи что случилось у меня в голове и вообще я планировала вязать из данной пряжи свитерок для своего сынульки младшего вот что-то такое хлопковая легкая но повязав несколько образцов я посмотрела и мне почему-то захотелось связать из этой пряжи дочери связать это или сарафан или что-то такое вот подобие сарафана чтобы вот под низ сверху на белую кофточку можно будет одевать вот такую вот как сарафанчиком вообще вот даже не знаю как сказать такую вещь плечевое изделие вот и у меня на этой неделе прошу прощения у меня на этой неделе план я хочу попробовать ставлю прям себе цель найти узор отвязать образец и уже начать наверное вязать им хотя бы начать вязать или хотя бы сделать расчеты по данному изделию вот пока что я разделилась между вязанием данной пряжи спицами и данной пряжи крючком пока у меня двоякое разделение у меня таких два моточка 1200 но думаю спицами мне точно хватит за глаза я даже не думаю я узнаю уверенно что мне хватит спицами а вот крючком не знаю не уверена но еще я не уверена с узором поэтому я когда уже окончательно определюсь с узором с крючком и как я буду дальше вязать что я буду вязать и и что это будет я обязательно может быть сделаю включение среди недели и покажу вам так что вот еще одна цит это я хочу попробовать выполнить вот ну на этом все принципе мои хорошие здесь уже принципе как бы я достаточно себе нахотела буду заканчивать данное видео и хочу поблагодарить вас за внимание за просмотр конечно поблагодарить вас за то что вы досмотрели это видео до конца если вы не подписаны на канал то подписывайтесь обязательно нажимайте на колокольчик будет очень много видео выходить на канале новых интересных и также обязательно пишите свои комментарии по поводу пряжи по поводу ваших мыслей чтобы вы связали как бы вы сделали ну и благодарю вас за просмотр и встретимся следующих видео видео я Продолжение следует...